Киевский режим использует свое недобитое пока подполье, сказал президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности. Он также отметил, что Киев использует в том числе неонацистские группировки, чтобы запугивать жителей новых регионов России. При этом неонацисты и их пособники совершают преступления и в других субъектах страны. В подготовке этих диверсий задействован потенциал западных спецслужб. Глава государства заявил, что необходимо как можно быстрее интегрировать эти исторические российские земли Донбасс и Новороссию в экономическое правовое образовательное пространство. Сейчас на этих территориях восстанавливаются жилье, дороги, объекты образования, культуры, здравоохранения, а также запускаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия. В Мариуполе идет масштабное строительство, люди работают даже ночью. Видно, что город меняется, но важно, чтобы положительные сдвиги происходили во всех городах и во всех населенных пунктах всех четырех регионов, рассказал президент. В свою очередь вице-премьер Марат Хуснулин рассказал о реализации инфраструктурных проектов. В новых регионах уже завершены работы на 9,5 тысячах объектов. Из них половина это объекты энергетики и инженерные сети. Создана независимая система газоснабжения. В том числе построена Керченская компрессорная станция. На сегодняшний день восстановлено 11 тысяч домов индивидуального жилого фонда. Проделана огромная работа по обеспечению водоснабжения. Построено 7 водоводов, а также возведен независимый водовод из реки Дон до Донецка протяженностью 200 километров. Ведется активная работа по восстановлению и строительству дорог. Готовится программа, в рамках которой за три года планируют отремонтировать 21 тысячу километров региональных дорог. Установлено 2760 базовых станций связи. В этом году планируется запустить еще более двух тысяч. Обеспечена работа тысячи отделений почтовой связи. Ну и конечно важнейшая часть новой жизни это социальные учреждения. В новых регионах запускают школы, вузы и детские сады. Работают 415 медицинских учреждений. Построены и введены в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр в Луганске и медицинский центр в Мариуполе. Для поддержки спроса на жилищное строительство утверждена программа льготной ипотеки поставки не более 2 процентов годовых. Ведется активная работа по организации социально-экономического развития регионов. К 25 году будет восстановлено и отремонтировано более четырех с половиной миллионов квадратных метров и построено свыше полутора миллионов квадратных метров жилья. Сегодня я доложил о программе социально-экономического развития регионов. Как четыре региона будут развиваться ближайших три года, значит ближайших пять лет с точки зрения строительства и до 30 года уровень жизни населения новых территорий должен быть сопоставим с уровнем жизни Российской Федерации. Вот это такая сложная задача, которую мы сейчас решаем. Мы ее обсудили на Совете Безопасности. Там были все представители силовых структур, основные министерства, которые занимаются этим проектом и приняли все необходимые решения.